Все. Благословите, Владыка. Ваша Преосвященца, дорогие братья и сестры. Мы с вами приступим сегодня к изучению актуального, на мой взгляд, памятника древнерусской книжности. Его сложно назвать сочинением, потому что это творение, которое дошло до нас в трех редакциях. Но мы с вами рассмотрим как раз-таки основную редакцию, написанную протопопом или священником Сильвестром. Это немножко об авторе скажу. Это священник, который выходит из Новгорода, где он уже умел как раз-таки священнический сам, был рукоположен тогда архиепископом Маккарием, который впоследствии станет митрополитом московским. И он его приглашает в дальнейшем как раз-таки на служение в московское княжество тогда еще, впоследствии уже после венчания нового царя Иоанна Василиса IV, которого впоследствии назовут Грозным. Он приглашает его в Москву и назначается он протопопом Благовещенского собора Московского Кремля. Достаточно большую должность занимал этот священник. И, естественно, он был знаменим и самим государем-царем, и многими боярами, дьяками, которые как раз-таки возглавляли те или иные указы. В настоящее время мы называем это министерство. Но актуальность домостроя заключается в том, что он и в настоящее время является такой основой нравственного уклада современной жизни человека. Он не потерял эту актуальность и не стал быть назидательным. Сам данный памятник делится на три части. Первое из них деление идет с первой по пятнадцатую главу. Это духовное строение, или же, как оно называется в самом оглавлении самой книги домостроя, о духовном строении, религиозные наставления. Вторая часть, шестнадцатая по двадцать девятую главу, это мирское строение. И с тридцатой по шестьдесят третью главу, это домовое строение. Шестьдесят четвертая глава, которая была адресована протопопом Сильвестром, сыну своему, Анфиму или Акингиму, как его в некоторых из редакций называют. Мы с вами сегодня изучим как раз-таки первую часть, рассмотрим духовное строение и уклад жизни. Но хотелось бы отметить, что само слово домостроя состоит из двух слов. Это домашнее устроение. Его также, конечно, перевели с греческого языка, и для нас оно тоже знакомо. Это эйнос, дом, и номос, устроение или правило. И очень такое как раз-таки слово, которое мы многие знаем, экономия или экономия. И в настоящей, в современной жизни, как раз-таки в укладе церковной жизни, мы с вами имеем как раз в монастырях таковых людей, на таковой должности экономов. Бывает и в епархиальных управлениях такая должность остается в историческом разрезе современной жизни церкви и настоящее время. Первая часть и первая глава в этой части – наставление отца к сыну. Замечательно она тем, что здесь говорится о том, что отец, то есть глава не семейства, а отец своему сыну и его жене, и его дочь. Это наставление не глава семьи. Мы с вами помним, раньше, конечно, люди жили большими семьями, много забот было как раз-таки домашних. И в большинстве в тот временной период, конечно, люди не ходили на работу, у них был домашний уклад. Поэтому, конечно, наставление идет от главы дома, а не от главы семьи. Рассмотрим вторую главу. Она называется «Как христианам веровать во Святую Троицу и Пречистую Богородицу, и в Крест Христов, и Святым Небесным Беспотным Силам, и всем святым, и честным, и святым мощам, и как поклоняться им». Можно, конечно, сказать, что очень кратко дается пояснение, назидание, в первую очередь, конечно, с любовью относиться к поклонению и к святым иконам, и к святым мощам, и к Кресту Господню тоже. Памятуя о том, что Господь своей крестной смертью каждого из нас совершил наше спасение за весь род человеческий. Третья глава говорит нам, как тайном Божьим причащаться и веровать в воскресение из мертвых, и страшного суда ожидать, и прикладываться к святымям. Очень интересная глава. Почему? Потому что говорит нам о причащении, не напоминает нам, что мы причащаемся со страхом Божиим, самих тела и крови Христовой, но и также напоминает, что мы веруем в это. И также веруем в жизнь вечную и воскресение из мертвых, и будущего века. О страшном суде говорится вкратце в этой главе, что воздаяние по нашим делам будет нам. Но и интересный такой вот назидательный пример подается в этой главе о том, как мы с вами должны принимать просворуду и после запивки, после причастия, и натоща каждый день дома. Вот что говорится в этой главе. Только воды немножко прихлебнуть или теплоты. Вот так вот назидательно говорит третья глава. Как необходимо причащаться и как относиться к запивке, к причастию и каждодневному употреблению просворы в нашем домашнем обиходе. Четвертая глава. «Как любить Бога от всей души, так же и брата своего, и страх Божий нет, и помнить о смертном часе». Говорится, что дела твои и привычки, и нравы должны отвечать заповедям Господня. И тем самым как раз таки мы действенно будем показывать любовь Божию по отношению к нашему Создателю. Затем говорится, что и ближнего нужно любить, как самого себя, то есть всякого христианина по образу Божию, созданного. Страх Божий всегда имеет в сердце своим и помнит о смерти. Для чего напоминает нам священник Сильвестр об этом? О том, что все необходимо делать по воле Божией. Для того, чтобы мы с вами помнили о заповедях его и могли как раз сказать, о чем говорится в четвертой главе. В чем? Тебя застану, в том и сужу. Вот так, по мнению священника Сильвестров, совершается и напоминается любовь наша о Боге. Пятая глава. Как духовный чин почитать священников и монахов? Это применительно, конечно, ко многим из нас. К духовному чину всегда обращайся и должную им честь воздавай. Благословение и духовного наставления проси у них и припадай к ногам им. Их и во всем их слушайся, во славу Божию. Священникам и монахам имей доверие и любовь и повиновение. И во всем покоряйся им. Духовную пользу своей душе получай. Многие же в настоящее время, конечно, пренебрегают тому, что и не стесняются зачастую в супермаркетах, в больших магазинах, да просто на улице, конечно, взять благословение у священника. Многие сами священники как-то этого стесняются. А здесь как раз-таки протопол Сильвестра и книга Домостроев нам четко об этом говорит. Что этого не нужно никому смущаться. Ни самому духовенству, ни мирянам тоже. Шестая глава. Как посещать в монастырях, в больницах и в темницах всякого, пребывающего в спорте? Чуть-чуть зачитаю. В монастыре и в больнице, и в затворничестве, и в темнице заключенных посещай и милостивнив то, что просят по силе и возможности подавай. Не всегда мы, конечно, имеем такую возможность посещать кого-то, но даже пользуясь сегодня современными, конечно, определенными устройствами, мы можем получать ту или иную информацию и через даже кого-то передать просимое человеку. 7 глава. Как царя и князя чтить и повиноваться им во всем, и всякой власти подчиняться, и правду сужить, и как вести себя в отношении большим и малым, скорбным и немощным, и ко всякому человеку внимать в своей совести. Книга «Домострой» говорит, что царя бойся и служи ему верой и правдой. Отчасти, конечно, немножко можно напомнить историю о том, что книга «Домострой» или «Уклад домашней жизни» как некий назидательный нравственный закон, пишется в середине XVI века и пишется в определенный исторический период, когда проходят соборы, коммунизации русских святых, когда издается книга или такой свод, можно некоторые из историков его называют, свод первой конституции «100 глав». Это «100 вопросов» и «100 ответов», в котором тоже четко проследуется определенное триединство. Утверждается в дальнейшем, в 1551 году на соборе почитание Троицы Ветхозаветной. И мы помним как раз-таки Троица, которую мы сейчас в основном иконографически изображаем, Троица Андрея Рублева. Это все как раз-таки говорит нам о триединстве определенном, когда царь, сначала, конечно, Господь Бог, потом царь и господин. Поэтому царя тоже, если мы к Господу Богу испытываем страх Божий, то к царям мы боимся, а господина, то есть господнего установителя или управителя, мы к нему имеем такое почитание, радеем о нем. Вот об этом очень кратко говорит седьмая глава. Восьмая глава. Как дом свой украсить святыми иконами и в чистоте содержать? Но многие из нас, конечно, это знают. Мы не будем сильно останавливаться на этом. И в настоящее время у нас есть у всех молитвенных уголочек. Девятая глава. Как в Церкви Божией и в монастырях с приношением приходить? В настоящее время, конечно, многие не понимают и не знают. В основном, конечно, это касается где-то наших детей, как нам им объяснить, рассказать. И вот домострой нам советует вот что. А в Церкви Божией всегда приходить с верою и с приношением, со свечой, просворой, химиамом и ладаном, с кануном и кутьей и с милостью за здравие и за упокой и к праздникам также. В монастыри посещать также с милостиной и с приношением. И когда приносишь дан свой к алтарю, вспомни евангельское слово. Если что-нибудь имеет против тебя брат твой, оставь дан твой пред алтарем и пойди, помирись прежде с братом своим. Сказано же, лучше не грабить, чем давать милостинью. Доброе неправедно отдать обиженному. Это лучше милостине. А Богу приятно милостине от чеснага, прибытка и от добрых дел. То есть нужно, конечно, понимать, что это все не просто мы принесли в монастырь или в храм то, что нам кто-то отдал. Или вот нас, простому говоря, угостили чем-то и мы принесли это в храм отдать. Очень часто, конечно, в нашей мирской жизни бытует найти Божие, что нам не Божие. И у нас на Кубани тоже. Поэтому, конечно, не так поступать. Мы все помним, конечно, об этом. И нужно об этом не забывать. И Домастроев нам еще с XVI века говорит и немножко так вот с укоризной смотрит на нас в настоящее время. Десятая глава. Как приглашать к себе в дом священников и иноков и молиться? Изначально говорится, что необходимо помолиться Господу Богу, потом о царе, царице, о господине или начальнику дома или главе семейства. А потом уже вкушать трапезу и разделять трапезу вместе. Заканчивается эта глава такими словами. Когда на трапезе поставят при тобой многоразличные ясно и питья. И если кто будет из приглашенных знатнее тебя, не начинай есть раньше его. Если же ты старший по чести, то поднеси пищу по обстоятельствам, начинай есть первым. У некоторых боголюбцев в изобилии бывает еда и питье. И все, что останется нетронутым, убирает. Потом еще кому-то сгодится. Если же кто неуч и невежа, не рассуждая, все блюда подряд начинают. Уже насытясь и не заботясь о приличии и сохранении блюд, будет такой обруган и осмеян и обесчестен от Бога и людей. Мы помним, когда Владыка напоминал нам тоже, говоря о душеполезных получениях Аллы Дорофея, там тоже об этом говорится. И это также, конечно, согласуется с мнением святых отцов. Одиннадцатая глава. Как кормить с молитвой приходящего в дом и не получить различных искушений при этом? Очень часто бывает так, что мы задумываемся, размышляем, правильно ли мы подали или накормили человека сирого, убогого. И вот здесь об этом говорится. Если выставляешь пришедшим угощение, пусть пред началом трапезы священники восставят Отца и Сына и Святого Духа, затем Пресвятую Богородицу, и если едят с молитвой в молчании или ведя духовную беседу, ангелы, видимо, предстоят и записывают добрые дела. И еда, и питье, сладость бывают. Если же начнут предложенную еду и питье хулить, тогда обратится она в непотребное. Что они едят? Мы встречаем как раз такие вещи, происходящие в нашей жизни, в наших приходах тоже. И, конечно, желательно нашим деткам объяснить то, что человек, который невежда, по-простому говоря, не научили его, не нужно на это, конечно, смотреть. Нужно попросить, попросил человек накормить, напитать его, необходимо, конечно, его просьбу выполнить. Потому что мы выполняем не только просьбу, но определенный Божий промысел или Божие повеление тоже в этом присутствует. Просто так человек не пришел. Нам только так может показаться или подуматься, что просто так человек пришел. Но он пришел не просто так, а по воле Божией. И мы эту волю должны, конечно, выполнить. Здесь в 11 главе говорится и из Евангелия приводится. Но хотелось бы, конечно, чтобы вы вместе с детками дома эту главу почитали и посмотрели сами. 12 глава. Как мужу с женой и с домочадцами молиться у себя дома. Многие из нас имеют такой пример. И по окончании сегодняшней конференции мы тоже будем с вами вместе молиться с нашими домочадцами. А вот как домострой нам об этом говорит. «Каждый день, вечером, мужу с женой и с детьми и с домочадцами, кто знает грамоту, пропеть вечернюю, по вечерницу, по луночницу в тишине, с вниманием и смирением, с молитвой и с поклонами. Петь внятно и согласно, а после молитвы уже не пить и не есть, всегда всему свое правило». Ну, я думаю, если Владыка благословит, я приведу. У нас я тоже жил в монастыре мужском, будучи пастучником. И у нас тоже такое правило, конечно, было. Уже оканчивалось наше правило монастырское 8 часов и уже старались ни чай, ничего уже не пить и не вкушать. Вот тоже как раз таки руководствуюсь. Я не знал тогда, но вот сейчас, готовясь, тоже прочитал и понимаю, откуда это как-то учительное определенное берет свое начало. Дальше говорится в этой же главе. «Жена должна молиться о своих согрешениях и за мужа, и за детей, и за домочасов, и за родичей, и за духовных отцов, и муж также». То есть многие, наверное, читали или читали о домострое, думая, что домострой предписывает большую ответственность как раз таки главе дома, отцу. Нет, не так. И жена тоже, конечно, принимает достаточно активное участие в управлении домом. Тринадцатая глава. В основном, конечно, в храмах были у нас мужчины. Современная, конечно, определенная такая жизненная тенденция в настоящее время. В основном у нас в храмах это наши любимые платочки. Они молятся и за мужей, и за детей, и за всех своих родственников, и весь свой род. Раньше же, конечно, было позволительно по согласованию с главой дома жене остаться и заниматься домашними какими-то заботами. А вот что говорится о воскресных днях и праздниках, двунадесятых и богородичных, а также и в среду и в пятницу. И святые посты пребывать в чистоте. От объедения и пьянцев пустых бесед у местного смеха всегда беречься. И ни на кого не гниваться, отращаться от воровства, лжи и клеветы, от зависти и неправедного стяжания, от ростовщичества, от взяток и платы за перевоз или проезд. Это назидание как раз-таки говорит то, что многие из нас и в настоящее время знают. Но не всегда наши с вами прихожане знают то, что можно просто, будучи они там, осовремениваем, будучи они таксистами, могут просто подвезти человека без всякой платы. Даже будучи и поступил какой-то определенный звонок и они приняли какой-то заказ и видят человека верующего, особенности, конечно, если они забирают человека с храма, поддержая, то желательно, конечно, им объяснять и говорить, назидать о том, что домострой приличествует и научает каждого из нас о том, что никакой ни платы не нужно просить с данного человека. Можно просто попросить о том, чтобы они помолились за него или за его сродника. Также в 13 главе говорится, как нужно креститься и кланяться. Я порекомендую эту часть дома почитать самим, для того, чтобы еще глубже проникнуться и самим, и детям этого наставления. 14 глава говорит нам, как почитать отцов своих духовных и повиноваться им. Говорится о том, что следует знать и выбрать себе отца духовного доброго, боголюбивого, относящегося не только к тебе благоразумно и рассудительно, но и к всем твоим домочадцам тоже. И к всякому человеку постараться призывать же его к себе в дом почаще и исповедоваться всегда по всей совести и по учению его с признательностью принимать, и слушать его во всем, и почитать его. Также говорится, что необходимо после этого делать земной поклон или так называемую челом бить, как раньше говорилось. И дальше в этой главе говорится. И дальше в этой главе говорится. И дальше в этой главе говорится. И дальше в этой главе говорится, что мы видим, что даже такой вот древний памятник 16 столетия, он также нам назидает и сегодня. Поэтому он и остается быть актуальным в настоящее время. Заканчивается первая часть главой 15. «Как детей своих воспитать во всяком наставлении и страхе Божьем». Тут, конечно, многие из нас задумывались об этом, как родители, имеющие чад своих подрастающих и не всегда находящих необходимые слова о духовном наставлении наших деточек. Вот что Домострой об этом говорит. «Пошлет Бог, кому детей, сыновей или дочерей, нужно заботиться о чадах своих, отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром научении, учить страху Божию и вежливости и всякому порядку, а затем по детям, смотря и по возрасту их, учить рукоделию, матери, дочерей, отцу, сыновей, кто к чему способен. И важно заметить о том, что в это же время, когда будет составлена книга «Домострой», в России, в тогдашней Руси и в переходном государственном строе, устроении появляется книга такая великая, книга Четий Минеев, митрополита Макария. Вот как раз-таки в назидание детям читали этот 12-томник, то есть на каждый месяц, каждый день, либо жития святых, либо поучение в тот или иной праздник, в основном, конечно, поучение были святых отцов. И этому как раз-таки и научали, и назидали практически с малых лет, мы бы сказали, с пеленок в настоящее время. Все равно наши детки как губка впитывают о том, то, что говорят, то, что делают родители, они естественным образом, не задумываясь, они просто копируют это, потому что они доверяют своим родителям. Родитель всегда делает хорошо. Вот такая у большинства, у них как раз-таки внутренняя Божья установка, можно сказать. Родители плохо не делают никогда. Они так считают наши детки. И если дети, лишенные науки отцов и матерей, в чем согрешат или зло сотворят, то отцам и матерям от Бога грех, а от людей укоризна и посмешание, дому разор, себе скорбь и убыток, а от судей штраф и позор. То есть за это раньше накладывался штраф. Не только определенное презрение такое человеческое было, или могли с человеком не разговаривать. И мы бы сказали о том, что таковой человек лишался определенной почести в других людях, но еще налагался штраф от государевых служб, от дьяков. Заканчивается глава 15. Если же кого из детей возьмет Бог в покаянии и с причастием, это как бы непорочная жертва родителей Богу. Такие чада вселяются в чертоги вечные и получают от Бога право просить милостей и прощения грехов о родителях своих. Многие из родителей печалятся, конечно, тогда, когда Господь призывает их детей. И раньше, и в настоящее время мы с вами осознаем и понимаем, что те учения святых отцов, которые говорят и убеждают нас верить и помнить, что Господь без воли Божией ничего не совершается, ни один волос с нашей головы не упадет. Тем самым как раз-таки и книга «Домострой» назидает нас о том, что мы не должны быть печальны, но наоборот должны быть обрадованы, что приобрели и для себя, и для своего рода определенного молитвенника или молитвенеца. На этом первая часть книги «Домострой» заканчивается. Я благодарю всех за внимание. Спасибо, Господи. Отец Николай. Да, Владыка. Вот некоторые мысли появились по поводу вашего повествования интересного. Благодарим вас за рассказ. Для многих, может быть, это было первым знакомством с «Домостроем». Я раньше его изучал, даже преподавал по нему. И это было довольно интересно, имели она. Ну, такие строматы, лоскутки, мысли. Ну, хулиганят. Говорят, расскажу родителям. Или, почему ты не здороваешься? Делали замечания детям. Конечно, традиция неплохая. Не знаю, здесь она была или нет, осталась или нет, хотя бы в маленьких станицах. Но неплохо, когда вся станица воспитывает детей. Дальше у Абы Дорофея где-то есть, если не ошибаюсь, у него, может, в лестнице. Для меня две книги стрелись в одну. Что когда тебя пригласили куда-то в гости, ну, в келью зашел, к другому монаху, не дерзни посмотреть на иконы или книги. То есть на всю обстановку. Пригласили – сидишь. Сейчас, конечно, бывает, нас пригласят, вот как вы говорили еще о 100 священников домой должны приглашать, то батюшка может без церемонии пройти все смотреть. Желательно, конечно, спросить у хозяев разрешение. Можно я посмотрю, вот картина интересная у вас, или библиотеку я могу ознакомить, что у вас здесь. И это, конечно, будет, ну, очень правильно, очень приятно. А так вот просто смотреть на обстановку, на мебель, на технику не надо бы. На все разрешение брать. Вот. Еда с молитвой должна готовиться и вкушаться. При многих храмах сейчас существуют трапезные, где повара готовят кушать. Но вот надо вам наблюдать, чтобы, ну, старались с молитвой это делать. Можно напевать молитву, можно, конечно, перед трудом помолиться. Но чтобы не прознословили, тем более не осуждали никого. Все это вкладывается в пищу. Об этом домострой говорит. И потом такая пища может не полезна быть и невкусна. Когда ругаются, спорят, осуждают, с этим хлеб замешивают, скажем, в хлебе все это есть. Так. Как подавать милостыню? Сейчас, конечно, вот кто был в тюрьме, имеется в виду посещал тюрьму. Мы, скажем, ходили, там у отца Иоанна Фейера есть колония. Мы туда пришли. Современные тюрьмы это как санаторий. То есть у них спортзал, телевизор. Не знаю, в интернет, наверное, нелегальный выход, но есть. А так, библиотеки. Работать им не обязательно. И вот там общего режима колония. Ну, зачем им еще милостыню приносить? Сейчас, конечно, нет необходимости. Раньше, если вот как читаем по домострою, в монастырях, то, ну, в монастыре нередко как тюрьмы использовались за какие-то проступки. Был, что в монастыря заточение терпели узники. И там, конечно, для них, для узников раньше в тюрьмах было утешением что-то получить, какие-то продукты. Но сейчас, может быть, есть где-то недостаток. И в детских домах, знаете, сейчас снабжение очень хорошее, в общем-то. Если в Таджикистане действительно это все востребовано, то в России сейчас прям так, может быть, и нет необходимости. Но искать место подвигу нужно, конечно, всегда. Некоторые святые говорят, милостью надо давать без разбора. Но некоторые святые говорят, надо посмотреть, чтобы он не был проходимцем, чтобы он не обманывал, чтобы он не был тунеядцем. У старца Паисия в его жизни описывается такой случай, когда одна цыганка подошла к нему, попросила денег. Он дал ей 500 драхм и говорит, вот мой адрес, напиши мне письмо, я тебе со святой горы еще выпишу денег, вышлю. И стал за нее усердно молиться. Он понимал, что это попрошайка профессионально, что обманщица. Но все-таки за нее искренне молился. Потом она прислала ему письмо. Выслал эти 500 драхм и говорит, отец, прости, я вот действительно ничего не работаю, туне, ем свой хлеб. Но сейчас я многое поняла, я высылаю тебе, я буду теперь трудиться. Конечно, тоже вариант, если мы видим, что человек тунеядец, чем-то помочь, и это даст нам бездновение за него молиться. Можно так поступить. Но я еще, так сказать, не очень молитвенник, да, и я старался этих людей напрячь работы. То есть дать, не сразу 500 рублей давать, а дать лопату, снег чистить. Вот объем показал, нередко сам с ними вместе чистил снег. И только тогда уже этим проезжим или людям, которые просят денег, тогда только с ними рассчитывался. То есть привлекал к труду, чтобы они не были тунеядцами. Вот, о духовнике, глава, ну, тема очень обширная, может быть, мы потом где-то ее коснемся. По крайней мере, приказанным надо говорить, что должен быть лечащий врач, то есть духовник. Не может священник сам себя назначить духовником для кого-то. Ну, это личное дело каждого. Значит, человек должен поисповедаться у нескольких духовников и выбрать себе такого человека, которого заботит его вечная участь и в меру строгий, чтобы не расслаблял, в то же время, чтобы деспотом не был. Вот, такой духовник должен быть. Слушая его во всем, говорится, но тут уже от нас зависит, конечно, мы не старцы, мы не должны говорить так, продавай там дом, переезжай сюда, с этим разводись, за того выходи. Судьбоносные решения должны приниматься так вот на семейном совете. Как у нас батюшка говорит, я снова стараюсь, чтобы они так в семье собрались и сами решили, куда переезжать. Сильно нам нельзя в это вмешиваться. Если явно греховная работа, можно, конечно, говорить о том, что надо уходить с такой, ну, танцовщица в баре или еще что-нибудь, конечно, это надо советовать выходить. А так, в общем-то, много на себя брать тоже мы не должны. И мы должны советовать, и там человек сам уже рассуждает. Видимо, раньше приглашали домой часто священников. Ну, и думается, для вразумления многочисленных детей, конечно, в храме слышали наставления, но хотелось им, видимо, еще более индивидуальные такие. Для челяди своей, то есть для слуг всех устраивали такие. Или в мастерскую куда-нибудь, в мануфактуру или в швейную мастерскую приглашали, чтобы заботились о своих домочадцах. И батюшки там беседовали. О смерти младенцев и их отпевании. Тут очень хорошо говорится, что действительно, если младенец кончался, то это уже житель Царства Небесного. Как-то отец Наум позвонил нам, когда мы в Тройском соборе еще на подворье, и говорит, что надо младенцев отпевать по младенческому чину обязательно. Ни в коем случае не по чину общему. И он говорит, посмотрите, вы троих потеряли. Ну, тогда стали пересматривать записи все, кого как отпевали, и нашли, что троих младенцев, ну, видимо, отпевание было заочно, и никто из родных не присутствовал. Их записали просто вместе со взрослыми, отпели. Это неправильно. Потом их взяли, этих трех младенчиков, заочно также отпели уже по чину младенческому. И отец Наум тоже говорил, как в Домострое написано, что это молитвенники за весь род. Вот, конечно, скорбь большая, но она растворена вот такой надеждой, что мы бы столько ребенку здесь не дали, сколько Господь даст ему там и утешит его. Вот, ну, немножко я простер слово, прошу прощения. Ну, а сегодня, как сказал отец Николай, как мы все время предлагаем, 21.00, прошу бы всем встать на молитву.